Всем привет, меня зовут Юлия, я живу в Анталии, и я сейчас иду на базар Чаршамба. Я решила пойти в другой дороге, не то, что я пришла сюда, по карте посмотрела. Будет, короче, пройти возле Ататур-Девлет-Хастана. Очень прикольно, как это шла в ту сторону, что я не видела этого бутика, перри-бутик. Представляете, да? Это очень хорошая ткань, простая, не синтетика. Такие разноцветные все. Красивая. Сателлик-Ф. Это, ой, как это, базар назывался, мы заходили с вами. Вот телефон, если что, узнаете. А вот она говорит, хош гельди. Вот тут так хорошо, слушайте, тут кондиционер. Я думала, тут закрыто, знаете, но не, чтобы воздух холодный не выходил. Мирабала. Хош болдук. Бешей сурджам, сизин, эльбис, хелер, энд, уджуз, энд, пахалы, фиатны, когда? Доксан на ючу нарастающие. Начинаю от 90 лир до ючу юс, до 300 лир идет. Такие прям вообще хорошие ткани. Мы видели, похоже, в одном магазине я не могу вспомнить. Я напишу внизу, как называется. Видите, такое разноцветненькое. Все просто... Сизин, карта варма? Варма. Лабилируем? А лабилируем карта? Кабики? Угу. Картатия, но думайте, чем карта. Йок, йок, визит карта. Ха, варма. Бешей сурджам, энд буюк, бэдэн, хангивар. Ну, например, вот эта 275. Я говорю, самый большой размер какой? Она говорит, они нестандартные. То есть, я не могу вам сказать. Вот такая ширина. Но, да, оно широкое. И оно тянется. И вот такие. Я просто видела в очень дорогих бутиках вот такие вещи. Ну, хотя 275 это тоже недешево. А, это вместе, представляете? Он и когда? Тоже 275. И вот эта тоже широкая, она говорит. Вот такое. Он и когда? 200 лир. Ну, это... Смотрите, оливочка. Ага. Это когда, рубашка, платья 190 лир. Такой интересный бутик. Все из качественной бурда? Бирбучик. А, бирбучик. Дима, едем. Полтора года они здесь. Потому что, я думаю, я никогда не видела, как это это... Прикольно. Такие интересные вещи. Вот их магазинчик. В инстаграме пишет перри бутик Анталия. 07 нету. Вот так. Можете посмотреть, какие у них выборы. Я думаю, там и цены. А вот, смотрите. И сразу адрес. Тонгучи джадоси. Вот как называется эта улица. Теперь буду знать. Чего ты шикаля? Чего ты шикаля? Да. Харгюн, челы шерсун. С дыма саду кузамы? С дыма саду кузамы. А, с девяти вечера. С девяти утра до девяти вечера. Юля. Да, в воскресенье закрыто. Видите, вот такие платьишко. Ну, то есть, тут много. Он маленький этот бутик. Его вообще не видно. Вообще не видно. А тут столько всего. Полтора года работает. Мне кажется, вот, знаете, со всех магазинов, которые я видела, тут все собрано. С разных-разных магазинов. Потому что я вот что-то, вот это вообще нигде не видела. Очень интересно. Я сейчас вам подскажу, как это найти. Вообще очень просто. Молодцы какие. Ну, тут еда. Телефоны, как всегда, опять еда. Нет, это приправы. Это же улица приправы. Видите, вот мы вышли на Берим. Это университет, а с другой стороны Берим. Представляете? Мне тогда, когда я показывала, спрашивали, где находится этот Берим. Вот, смотрите, вот туда улица идет. Это вообще улица Гюлюк. И вот там основная она начинается. Вам просто с юзу джи-ю улицы просто подняться наверх. Понятно, что сюда едет какой-то автобус, но я не знаю, какой. Вот. И сейчас мы на Чаршамбу пойдем вот этой дорогой. Потому что я посмотрела, если я той пойду, я сделаю немножечко такой крюк. Ну, зачем оно мне надо? Это же не машина. Я ж... Вот. Мы просто пойдем так, как мы раньше шли с больницы. Мы уже знаем эту дорогу. Опять ходите. Юля, проходим мимо. Проходим. Ну, вы уже видели. Это ж... О-о-о-о. Вот мы его уже видели. Тогда гитара, я не знала. 190 лет. Вот так. Опять. Мне такое чувство, что вот эта улица как раз-таки приправа вот этого всего. Вот больница Ататург-де-Ветхастанаси. Вообще очень быстро дошли. Я не знаю, 5 минут, может, 3 даже. Смотрите, там аптека, там аптека, там аптека. Ну, короче, понятно, да? Если больница, значит, сразу все аптеки. Тут еще одна аптека, там еще одна аптека. Сразу же очки продаются. Вау. Видите, даже вот так вещи продаются. Возле больницы. Никто ничего не говорит, людям надо что-то заработать. Вы знаете, я решила, раз я уже прохожу возле больницы, я зашла, показала смс-ку, говорю, смотрите, мне написано 4 августа. Она говорит, да, вот в это число ты только можешь зайти в систему, и тогда тебе даст разрешение. Я говорю, а говорили, что по телевизору может быть через 4 недели. Она говорит, да, возможно. Вот когда скажут точно, тогда будет точно. Пока это только возможно. Но говорит, попробуй через 20 дней. Говорит, ты вот только сделала, поэтому система тебе точно не даст. Попробуй через 20 дней, тогда возможно, ну, откроется система, ты сможешь прям на 4 взять. То есть, вот такая система. Пока что только через 6 недель выдает, но прогресс, я вот вижу, вообще очереди нет. Вот вообще никого нет. Вот напишут 2 человека, 2 поднялись, видимо, уже так спадает уровень, потихонечку, возможно, и через 4 дадут. Я просто хочу быстрее вакцинироваться, потому что это маска, в эту жару. Вы сами знаете, почему я вам рассказываю, прекрасно. А так, без маски, это такая красота. Кстати, я сегодня разговаривала с человеком с Израиля, он говорит, конечно, мы уже все сделали вакцины, но, но, вышло новое правило, сейчас в помещении, мы все равно одеваем маски, только в помещении. Я говорю, почему, у вас же все вакцинированы. Я говорю, да, но дело в том, что приезжают туристы, которые привозят нам эту болезнь, вот, поэтому вышел указ, чтобы в помещении ходили все в масках. Вы посмотрите здесь, как хорошо, сели себе в тенечки, все сидят, кого-то ждут, или отдыхают. Вообще больница молодцы, там для персонала оградили. Пока я не забыла, хочу вам дать один маленький совет. Не разговаривай, это полегида машина. Короче, берите с собой термос, небольшой, чтобы туда положить лед и воду. Если вы дома так не делаете, возможно, у вас не такая жара, не такая влажность, но в Анталии, ну, желательно, для того, чтобы вы где-то в обморок не упали, да, или где-то обезваживание организма не случилось. Да даже просто, если забыли кепку, полить воду сверху. Мы в анимации, когда мы работали и долго находились на открытом воздухе, да, 45 градусов жира, 50, мы просто тупо брали футболки, ну, я так делала, я не говорю, что все. Я мочила полностью в воде и одевала ее. Этого хватало где-то на минут 20-30. Все, она была полностью сухая. То есть, это понятно, что капало на шорты, по ногам, это хоть как-то легче было на сердце. Потому что, ну, влажность плюс жара, это или сидеть в море, или под кондиционером, или, говорю, обязательно с собой возьмите, если вы поедете на шопинг, да, понятно, что всюду продается водичка. Но поверьте, вы берете эту водичку, и она через 3 минуты становится теплой, она уже продается теплой, потому что не успевает загружать в холодильник. Я вот сколько брала, говорю, это что? Это, что ты поставил? Это же холодильник, почему на тепло? Говорит, вот все, просто разгребают, просто разгребают. Поэтому, вот запаситесь, деткам дайте термос, нету здесь, купите, ну, нету дома, купите здесь, просто, честно вам говорю, сколько? 80 лир, по-моему, мой термос в декатлоне. Я не скажу, что это дешево, мне кажется, дома это дешевле будет, Юля, я всегда завжды, просто красунья, жаркая, вся красная, как буряк. Ладно, мы сегодня дойдем до базара, Юля. Не дойдем. Я вот просто, когда была в Сегорте, да, у мальчика, я говорю, есть вода? Он говорит, да, с холодильника, с холодильника, все, принес, долил мне ко льду. Можно, конечно, теплую в лед доливать, но тогда быстрее сает лед, понимаете, да, он тоже не вечный. Поэтому, тут можно, докупил водичку, опять долил в лед, то есть, я лед вообще, если далеко куда-то иду, я прям целый термос набираю, а если я недалеко, то половину, я половину взяла, даже больше. Базар начинается уже в больнице. Почему я говорю базар? Потому что, мне кажется, что когда я здесь проходила, тогда не было такого. То есть, это именно, когда чардж-шамба работает, среда, да, по-турецки чардж-шамба, это среда, поэтому базар по средам, и начинаются уже здесь продажи. А вот здесь сразу находится СГК, государственное страхование, да, можно сделать, это всем, кто оформляет рабочие визы. Лишня на кода? Смотрите, лишний. 10 лир, килограмм. Если рабочая виза, вам сделали медицинскую страховку, но вы не пришли, вот сюда не активировали, в СГК, то она не будет работать. И если вы попадете, на это уже в больницу, вам это не засчитается, не будет бесплатно, вы заплатите всю сумму. Поэтому, ребята, кто на работу приезжает, обязательно в СГК зайдите. Вот, пожалуйста, вам сюда обязательно надо зайти, даже если вам начальство не сказало, вы пришли и активировали. Это делается 2 минуты. Активацион, все, СГК. Это единственное здание. Это есть те, кто работают возле Анталии. Те, кто Алани, это, по-моему, в Манавгат едут. Все, базар Чаршамба. Видите, какой крытый рынок. И там продают. И на самом, вообще, трамвайных остановки тоже продают.